Доберман Доберман Босерон или овчарка из провинции Бос Старинная порода, происхождение которой напрямую связано с обыкновенной Канис фамильярис полустрис, овчарка из провинции Бос, упоминается некоторыми латинскими авторами. И первым из них был Ворона, друг Цицерона. Начиная с 17 века во Франции частенько встречаются описания двух разновидностей овчарок – мастина и равнинная овчарка. В 1863 году зоолог Пьер Мегнин подразделил равнинную овчарку на две породы – длинношерстную и короткошерстную. Эти две породы соответствуют современной овчарке из провинции Бос и ее ближайшей родственнице овчарки из провинции Бри. В 1863 году прошла первая парижская выставка собак, организованная во время универсальной выставки. На ней были представлены 13 собак, похожих на волка с короткой шерстью, в рыжих подпаленных. Это было первым официальным появлением на выставке овчарок из провинции Бос, хотя выставленные бос ироны сильно отличались от современных. У них была более заостренная морда и более длинная жесткая шерсть с густым подшерстком. Но уже присутствовали красно-коричневые отметины над глазами, на морде, на нижней части конечности, из-за чего заводчики называли их «баруш», то есть «красные чулки». Это прозвище до сих пор можно встретить в некоторых французских провинциях. В 1894 году в трактате «Породы собак» граф Андри де Беллат описал бос ироны и поместил иллюстрации с изображением собаки. Название овчарка из провинции Бос никак не связано с этим регионом Франции. Оно было выбрано в 1886 году комиссией, уполномоченной составить официальный стандарт овчарки из провинции Бос и овчарки из провинции Бри. С конца 19 века до середины 20-го количество бос иронов во Франции сильно выросло. В 1911 был создан клуб друзей Бос ирона, а в 1927 господин Сираден написал монографию о породе, которая по сей день считается «Библией о Бос ироне». Во время обеих мировых войн, благодаря отличным поисковым данным, собак этой породы использовали в качестве санитаров и связных. А сегодня Бос ирон – одна из лучших защитно-караульных собак. Вернемся к истории. После окончания Второй мировой войны группа французских заводчиков решила серьезно заняться разведением бос иронов. С тех пор число бос иронов резко увеличилось. Бос ироны распространены и любимы на своей родине. Во Франции ежегодно рождается более трех тысяч щенков бос ирона. Постепенно эта порода находит признание и в других странах. Конечно, мы вряд ли можем ожидать взрыва популярности бос ирона в ближайшее время. Поскольку его простоватый внешний вид не настолько привлекателен, но обладатель бос ирона абсолютно счастлив. И сравнивает свою собаку с ароматом дорогого французского вина. Как вкусовые качества вина оцениваются с каждым новым глотком, так и достоинства бос ирона проявляются не в одночасье, но день за днем. Овчарка из провинции Бос овладает отличным здоровьем и болеет крайне редко. У этой породы отсутствует предрасположенность к наследственным заболеваниям, поскольку современные особи – результат очень тщательной селекции. Пастухам нужна была неутомимая, надежная машина, устойчивая к любым температурам и без проблем, связанных со здоровьем или характером. Результат достигался безжалостным выбраковыванием собак, в характере которых замечались такие психические отклонения, как трусоватость или излишняя агрессивность. Что касается физического здоровья, во Франции очень серьезно относятся к проявлениям у собак дисплазии. И хотя у бос ирона дисплазии почти не бывает, собаки, предназначенные для разведения, проходят обязательное рентгеновское обследование на предмет выявления болезни. Это означает, что современные заводчики относятся к селекции так же строго, как и пастухи, оставлявшие для воспроизведения только сильных, уравновешенных и смелых особей. Стандарт очень жесток к поведенческим характеристикам собаки. Примечательно, что этим требованиям точно соответствует подавляющее число босеронов. По стандарту, босерон должен обладать крупным, крепким, мощным корпусом с хорошо развитым скелетом и мускулатурой. Высота в холке у кобелей 65-70 см, у сук 61-68 см. Голова пропорциональна корпусу. Ее длина равна приблизительно 2-м пятым высоты собаки в холке. Череп плоский и слегка выпуклый. Округленный из стороны в сторону с неглубокой лобной бороздой. В то время как затылочный бугор ярко выражен. Красивая, гармоничная голова хорошо вылеплена. Переход от лба к морде плавный. Соотношение челепа и морды один к одному. Спинка носа, если смотреть в профиль, параллельно фронтальной оси. Морда длинная, не зауженная и не заостренная. Зубы крепкие, белые, с ножницеобразным прикусом. Обязательно наличие правильно размещенных 42 зубов. Черная мочка носа хорошо развита и пропорционально морде. Профиль на одной линии со спинкой носа. Глаза однородного темно-каштанового цвета, округлой формы, ближе к овалу. Прямой открытый взгляд, недопустим, робкий или нерешительный. Уши высоко поставлены. Если купированы, то должны стоять прямо, не сходиться и не расходиться. Некупированные уши плоские и довольно короткие. Их длина равна половине длины головы. Строение тела бассерона гармонично. Оно не должно быть удлиненным или укороченным ни в каких местах. Длина корпуса от точки плеча до точки ягодицы должна превосходить длину тела собаки на один-полтора сантиметра у кобеля и на полтора-два сантиметра у суки. Шея мускулистая, плавно переходящая в лопатки. Грудь широкая, высокая и глубокая. Лопатки косые. Холка ярко выражена. Линия спины прямая, поясница широкая и подтянутая. Круп с небольшим наклоном. Скакательные суставы крепкие. Несильно наклоненные клапи составляют с конечностью открытый угол. Передние и задние конечности должны стоять строго вертикально, если смотреть спереди, сзади и в профиль. Некупированный хвост должен спускаться до скакательных суставов. Лапы сильные, круглые, с черными ногтями и твердой, но эластичной подошвой. На внутренней стороне задних конечностей имеются двойные пальцы, которые четко отделены друг от друга и расположены очень близко к лапам. Окрас бывает черный и рыжий или орликин. Двухцветный, черный и рыжий. Густой черный цвет шерсти с рыжими чулками и такими же подпаленными. Над глазами, сбоку на морде, на шее, на груди, под хвостом, на суставах до подошвы. У орликина шерсть окрашена в серые и черные цвета в одинаковых пропорциях или более черная, пятнистая. Подпалены над глазами такие же, как у двуцветных собак. Орликины встречаются очень редко. Во Франции каждый год рождается 100 щенков на 3,5 тысячи босерон. Для пастушьих собак очень важна походка. Она должна быть легкой, свободной, с выдающейся вперед головой. Характер уравновешенный, отважный и открытый, без малейшего намека на трусливость или агрессивность. Как мы знаем, по стандарту босерон должен иметь уравновешенный характер. Следовательно, при разведении к характеру предъявляются особо высокие требования. Вид у босерона горделивый. В движении он похож на волка, а его черная шерсть в сочетании с проницательным взглядом приводит в некий благоговейный трепет. Таким образом, люди, незнакомые с этой породой, очень часто судят об асероне только по его внешнему виду и распускают слухи об его агрессивности и кровожадности. Насколько справедливы эти утверждения, вы можете сами решить, наблюдая за кровожадными собаками, спокойно прогуливающимися с хозяином по городу и даже не смотрящими в вашу сторону. Они не обращают никакого внимания на детей и велосипедистов. Их счастье быть рядом с хозяином, а остальной мир их не интересует. Чтобы лучше понять нрав бассерона, обратимся к истории породы. Пастушьи собаки появились, чтобы работать рядом с человеком, слушаться его и любить, и кроме того жить по соседству с другими животными, защищать их, заглушая в себе инстинкт хищника. То есть в овчарке, даже на генном уровне, отсутствует агрессивность. Агрессивность может проявляться только при защите тех, кого она любит. В этом случае она становится грозным противником, стремительным и неустрашимым. Но когда все спокойно, бассерон надежный друг и больших, и маленьких. Он доброжелательный по отношению к своим сородичам и может спокойно жить рядом с особами своего пола. Очень редкий случай в собачьем мире. Бассерон уважительно относится к незнакомым людям. Как только собака убеждается в ваших добрых намерениях, Недоверчивость уступает место дружеской дистанции. Что касается доброты, бассерон не проявляет нежности ко всем подряд. Он не покупается на ласки. Его преданность принадлежит только его семье. На самом деле, бассерона нельзя назвать собакой одного хозяина, поскольку он привязан не к одному единственному человеку, а ко всей семье, частью которой себя считает. Поэтому заводить щенка бассерона большая ответственность. Нельзя брать его как бы на пробу, чтобы потом в случае разочарования отдать в другие руки. Бассерон отличается от других пород тем, что никогда не смирится со сменой хозяина. Даже если в новой семье к нему будут лучше относиться, он не перестанет грустить по-прежнему дому. Поскольку в бассероне заложена привычка к беспрекословному послушанию, он очень легко обучаем. Это не собака-робот. Ему очень важно получить одобрение хозяина, можно сказать, он повинуется, чтобы доставить хозяину удовольствие. Поэтому очень важно в процессе дрессировки хвалить и гладить его после каждой выполненной команды, что стимулирует собаку работать еще лучше. Вышесказанное относится также к обучению бассерона в семье, которая превращается для домочадцев в удовольствие. Как и все малыши, щенки бассерона могут иногда ошибаться. Но взрослые бассероны все понимают с полуслова, и вам почти никогда не придется применять силу, чтобы научить его правильному поведению. Любопытно то, что с ребенком бассерон кажется немного злобным и совершенно неуправляемым, в то время как со взрослым это очень ласковая собака. Это проявление характера понятно тем, кто немного знаком с этологией, наукой о поведении животных. Любой щенок, особенно типа волкообразных, находится в поиске вожака крепкой стаи, которого он будет уважать и у которого сможет научиться жизни. Но никогда он не признает руководителя в том, кто сам ведет себя как щенок. Маленький бассерон доверяет только взрослому человеку, что выражается в любви и подчинении. А детей он принимает только ласки, но о повиновении речи быть не может. Вот и приходится маленькой хозяйке вести взрослую собаку на поводке. У собаки очень сильно развит охранный инстинкт по отношению к детям. Поэтому собака идет рядом, а наша героиня, наконец, счастлива. Не будучи карманной собачкой, бассерон прекрасно чувствует себя в квартире. Он старается никого не беспокоить и лишь просит не отвергать его участие в домашних делах. Когда мы включаем музыку, он застывает в благоговейном молчании, даже если выбранная мелодия не очень ему по вкусу. Если нам необходимо сосредоточиться, он смиренно располагается у наших ног. Единственная проблема в том, что он всегда старается быть в центре событий. Как прилежный пастух, он ни на минуту не забывает о своих охранных обязанностях и неотступно следует за нами повсюду. Как только он считает свои обязанности исполненными, он тихо устраивается рядом. Правда, он слегка великоват, и нам приходится, вспоминая спортивные навыки, перешагивать через возникшие препятствия. Но не будем его винить за внушительный размер, ведь в случае нападения, именно благодаря его мощи, мы останемся целыми и невредимыми. К слову, об обучении вспомнил, что Бассерон, гордость Франции, просто блистателен именно во французских состязаниях, таких как ринг или модиоринг, которые в последние годы проводятся и в других странах. В связи с этим мы хотим показать вам некоторые примеры повиновения, предусматривающие упражнения, отличающиеся от классических. На этих испытаниях судья дает команды посредством свистка, а от собаки требуется поистине беспрекословное выполнение их, оценивающееся очень строго. Есть одно очень полезное упражнение, не существующее в других классических соревнованиях. Это отказ от приманки. Усадив собаку, владелец удаляется, в то время как Бассерон должен, не двигаясь, ждать. Спустя несколько секунд подходит судья и бросает собаке лакомство, которое должно быть полностью проигнорировано. Далее по команде судьи, владелец возвращается за собакой и уводит ее. Помимо испытаний на повиновение, правилами французских состязаний предусматриваются упражнения на задержание, тоже немного отличающихся от обычных. На обычных соревнованиях собака может хватать только за рукав. Здесь же позволяют сокусать любые части тела человека, облаченного в специальную одежду, называемую, кстати, французским костюмом. Но главное для Бассерона не проявление его способностей по задержанию, а умение оставаться рассудительным и уравновешенным. В этом случае мы видим, что собака реагирует не на опрокидывание стола, а на движение, угрожающее хозяину. Важна также быстрота выполнения приказа, малейшие задержки караются штрафными очками. Собака должна обращать внимание не на одежду человека, а на его поведение. Поэтому после атаки она спокойно укладывается рядом с переставшим быть опасным человеком. И если на ринге к Бассерону подойдет дружелюбно настроенный человек, собака позволяет себя погладить. Даже обучение на задержание для французских соревнований основано на инстинктах, а не на агрессивности. Сначала перед играющей собакой размахивают тряпкой, вовлекая его в игру, а потом дело доходит и до рукава. В этом плане на соревнованиях типа IPO или SCH работают именно с рукавом, в то время как работать с костюм означает участие во французских состязаниях. Для Бассерона не имеет значения тип состязаний. Он может быть обучен и для работы на традиционных состязаниях. Даже в этом случае Бассерон демонстрирует свою индивидуальность. Например, сколько собак в состоянии сохранять равновесие, стоя на вершине лестницы. Это будет совсем непросто для тех, кто попробует повторить упражнение. На самом деле важно не выполнение задания, а контакт, основанный на уважении и доверии, который устанавливается между владельцем и собакой. Уважение, доверие и любовь. Вот три краеугольных камня успеха. Посмотрим, как работают Майя и ее четвероногая помощница Марго, выполняя задания на поиск человека. Следуя указаниям владелицы, Марго рыщет в поисках человека, а потом оповещает о результате радостным лаем. Помимо охраны, собаки часто используются для розыска людей в развалинах. В данном случае имитируется поиск пострадавшего человека, который не может выбраться из-под обломков. Тончайший нюх позволяет басерону быстро и точно определить место, где находится пострадавший, и собака принимает заслуженные поздравления. Во время обучения хозяин не скупится на похвалы и ласку. Впоследствии, любовь хозяина к собаке спасает десятки человеческих жизней, когда речь идет уже не об имитации. Великолепное определение дала басерону французская писательница Калет, назвав его джентльменом из деревни. Это на самом деле собака-джентльмен. Басерон всегда уравновешен и невозмутим. Даже к своим служебным обязанностям он относится с гордостью и достоинством. Наряду с деревенской обстоятельностью басерона отличает очень ответственное отношение к порученной работе. Достаточно посмотреть ему в глаза, чтобы убедиться в том, что перед вами мудрая собака, вид которой не располагает к шуткам и которая воспринимает порученную работу как свое предназначение, будь то работа нянькой или выполнение упражнения. Однако басерон, несмотря на повышенное чувство ответственности, во всем знает меру. Например, он никогда не будет лаять на посторонних без причины. Это вовсе не означает, что басерон зануда, овчарка из провинции босс любит играть, как и любая другая собака. Его особенность в чутком понимании ситуации, он всегда умеет вовремя остановиться. Достаточно владельцу подать простой знак, и собака сразу же успокаивается, адаптируясь уже к новой ситуации. бос вот мы наконец подошли к концу нашего путешествия. Надеемся, что нам удалось убедить зрителей в том, что Боссерон – замечательная собака, которая заслуживает гораздо большего числа поклонников. Хотя кого-то из вас, возможно, все еще немного смущает его облик. Но нужно научиться слышать биение горячего любящего сердца, скрытого под неприметной внешностью. Мы уже говорили, что это не простая собака, что он не привлекателен снаружи, но обладает прекрасной душой. Поэтому даже если этой пародии не удастся добиться признанию широкой публики, Боссерон сумеет завоевать сердце человека, понявшего и полюбившего его. И это чувство никогда не угаснет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok